Как мужчине нужно относиться к сыну? Сыну можно воспитывать только своим примером. Что-то говорить ему вообще бессмысленно, потому что мальчики не понимают слов, они понимают только поступки. Если мать пытается наказывать сына, она таким образом делает из него рецидивиста, в самом лучшем случае. Потому что все рецидивисты, все преступники, многоразовые, все маньяки, это все эти люди, они имели мать, которая их била. Или мать, которая очень сильно их била. Одно из двух, что в принципе и то, и другое одинаково. Женщина не должна касаться мужчины. Она должна просить мужа, чтобы он это сделал. А муж должен наказывать сына. Не обязательно избивать его, но обязательно наказывать. Мальчик понимает только реальные вещи. Допустим, ремень это реальная вещь для мальчика. Он эту вещь понимает. Но если ему говорят, ты ремень получишь, он не понимает. Ему вообще это, для мальчика это унижение, говорить ему такие слова. Мальчику вообще не надо говорить, что ремень получишь, надо просто ему показать ремень. Сказать, видишь ремень? Он скажет, вижу. И все поймет сразу. Ну не надо говорить, когда он ремень получит. Или просто надо показать, видишь ремень? Он скажет, не вижу. Тогда надо дать ему по заднице. Он сразу его увидит. И все. То есть мальчик понимает только язык действия. Он не понимает язык слов. Поэтому говорить что-то мальчику бессмысленно, бесполезно и глупо. Мальчика вообще не надо воспитывать словами. Ему нужно говорить только один раз. Допустим, мальчику вы говорите один раз. Этого не делай. Он делает. Второй раз надо бить по заднице уже. Причем с любовью. А если муж рядом нет, чем ударит? Чем ударит? Ничем не ударит. Надо плакать просто. Если мужа рядом нет, то они должны мальчика наказывать. Пускай найдется какой-то мужчина из благополучной семьи, который поможет вам это делать. А если муж не ударит? В данный момент надо пообещать, значит, мальчику. Потому что если есть муж, значит для мальчика не существует данного момента. Для него не существует, что папы нет рядом. Если мама сильный характер имеет. Если он издевается, мальчик, над мамой, когда папы нет, мама должна сказать, папа придет и тебя накажет. И это должно обязательно осуществиться. И ни в коем случае нельзя отступать в этом случае. Папа обязательно должен наказать. Когда в следующий раз такое произойдет, надо опять так же сказать. А на третий раз он уже не будет так делать. или вы ему просто скажете, и это будет равносильно тому, что папа уже наказал. Надо просто предупредить, ты что хочешь, чтобы я тебе опять это сказал. И все, и он скажет, нет, мама, я не хочу. Все.